Сегодня нам предстоит побывать в шкуре инопланетного существа, который будет постоянно кого-то пожрать ради того, чтобы эволюционировать в игрушке под названием Астрокрип, с вами как обычно Кристалл. Ну и на первом экране у вас уже есть выбор, чем я могу воспользоваться. Это вот этим мешком с трупом, наверное, я думаю, либо же лампочкой, либо вентиляцией, либо на дверь нажать. Ну давайте начнем с самого интересного, наверное, мешочек-то нажмем, и мы просто разрезаем по итогу этот самый пакет. И, видимо, мы находимся внутри этого чувака, да, вот мы вырвались, и это мы. Мы родились с вами, да? О, да. Так, и дальше нужно придумать, чем мы будем заниматься. Я думаю, что либо дверь надо открыть, либо вентиляцию свалить, но можно попробовать на лампочку нажать. Ага, то есть я на нее запрыгиваю, она слишком горячая, нам нельзя ей пользоваться. Окей, допустим, если дверь... А, это не дверь, это просто лампочку включить-выключить. Ну тогда я могу на нее запрыгнуть, получается, теперь. А, и пришел новый чувак, я могу на него напрыгнуть, она напасть или свалить? А, можно на него напасть, интересно? Ну-ка, давайте попробуем на него напрыгнуть. Опа, опа, ну-ка, эй, он меня раздавил, вот жопашник. Я думал, что такого не получится, думал, что мы его с вами уничтожим. Но чем больше мы, понятное дело, будем в этом мире жить, чем больше всяких товарищей мы скушаем, тем сильнее мы с вами эволюционируем. Поэтому это очень важная тема, на самом деле. Так, ладно, давайте попытаемся снова свалить в этот раз. Он вряд ли увидит, поэтому я просто выпрыгну отсюда, и будет забавно, если мне дверь заживет. Кстати, ребята, если игрушка понравится, можно ее полное прохождение устроить, поэтому лайком поддержите. Более тысячи лайков будет равно прохождению данной игры. Так, у нас есть выбор, куда мы пойдем, в комнаты отдыха или же во что-то медицинское. Давайте пойдем в медицинское, наверное. Мне кажется, что там высший шанс того, что я что-нибудь съем, на чем смогу улучшиться. Так, здесь есть аппарат какой-то, и можно двери, кнопки нажимать. Так, если я нажму на эту кнопку, ничего не происходит. На эту кнопку тоже ничего не происходит. Есть такая вот штуковина, но тоже она ничего не дает. Может быть, я, конечно, еще... Видимо, я сюда еще не могу, поэтому погнали тогда в Реструм. Потому что больше особо вариантов там не было, а где я мог бы как-либо пройти. Так, о, здесь туалеты. Это уже интереснее звучит, да? Только здесь тоже двери не хотят открываться. Хм, интересно. Тогда как я должен поступить буду здесь? Ну, давайте вернемся-то обратно. Посмотрим, может быть, стоило заняться чем-то другим. Так, и давайте обратно наверх пойдем. В вентиляцию запрыгнем как вариант. Возможно, это нам поможет. Так, нет, в вентиляцию тоже не могу зайти. И открутить в вентиляцию тоже никак. Хм, так, если я свет выключу, это ничего не даст. Да, ему, то есть без разницы вообще свет выключается, не выключается. Он как-то, ему не холодно, не жарко от этого. Так, и здесь запрыгнуть я не могу. Хм, ага, все разобрался. Здесь можно на, получается, болтики нажимать, раскрутить по итогу, как я понимаю, вентиляцию. И тогда мы с вами-то сможем залезть. И значит, перейдем в другую комнату. Потому что другие так просто комнаты не попадешь. Так, окей. То есть не все здесь подсвечивается зеленым. Если какие-то объекты можно раскрутить, то это уже будет понятно. Только когда мы начнем их, видимо, раскручивать или что-то типа того. Так, ага, здесь какая-то головоломочка идет или что это такое? Ммм, так, вентиль. Можно вращать, он куда-то что-то выбирает. Ну, допустим, я вижу прямой вот этот вентиль. Если я в него запрыгну, то что тогда произойдет? А, вылезай отсюда. А если мы поменяем направление, и я сюда запрыгну, то куда я попаду? Так, а, вот оно как работает. Все, я понял. А вот это куда меня выведет? Ага. То есть надо решить головоломку, чтобы я попал чисто вот сюда, да? Тогда я смогу куда-то вылезти. Ну, допустим. Ну, в общем-то, пропрыгал, получается, по вот этой трубе. Только стрелку в обратную сторону закинул, запрыгнул в эту трубу. И в итоге меня вынесло вот сюда. Так, и что дальше будет? Это уже вопрос, куда меня вынесет. По итогу, я выбрал направления разные. Интересно, я вообще смогу вернуться как-то обратно? Или надо будет перепроходить? Ух ты, мне уже забавляет конкретно, где я нахожусь. И что мне нужно, походу, сделать? Так, окей. Что я могу сделать? Я могу на мужика напрыгнуть. Наверняка это не так все просто. Если я на него напрыгну, наверняка он меня просто уничтожит сразу же. И я поэтому лучше сначала потыкаю другие варианты. О, тут кнопочка нажимается, которая там не нажималась. Окей, допустим. Но я не знаю, что он дает. Можно на унитаз напрыгнуть. Можно на чувака. Ну, давайте начнем, например, так. Ага. То есть он встает. У меня уже сразу родилась идея, что я должен буду сделать. Так, допустим, вот так, так делаем. И вот так вот, да? О, да, я угадал. Парень, извини, но сейчас у тебя будет неждан. Это, говняшка обратно вернется, да? И, в общем-то, минус чувак. Вот мы его и вынесли. Достаточно-таки жестокий способ, судя по всему. Так, и мы эволюционировали. Теперь я могу что-то ядом стрелять, что ли? Так, окей. И, допустим, можно меня пустить дальше. А, все, это уже, то есть это не надо закрывать. Так, я могу свалить отсюда теперь. Ладно, сваливаем. Ух ты, у меня реально ножки появились такие забавные. А, так, и в туалет я возвращаться пока что не планирую, судя по всему. Так, сначала надо, наверное, сюда вернуться. Этого чувака завалить, потому что там вроде как стоит защита. И я думаю, что так не получится. Так, ага. То есть реально мы дротиками стреляем. А вот мы карточку забрали и... Так, я могу выбрать фазу эволюции. То есть, кого я хочу, так что подожди. Нет, я хочу узнать. То есть, интересно, телекинез или кислотная эволюция. Позволяет манипулировать существами, а это позволяет кислотно стрелять. Я хочу манипулировать существами, поэтому давайте... О, господи, какой он огромный. Я думал, что он не такой здоровый будет. Офигеть. Так, ну ладно, допустим, теперь я могу... Получается, управлять разумом. Ну-ка. Да, реально, я могу управлять. Окей, и она мне просто дверь откроет по итогу. Забавно, забавно. Так, я могу ее завалить? Теперь нет, нет, не могу, могу. Эй, все? Так, я не понимаю. Я на кого должен нажать, чтобы закончить это приключение? А, оказалось, я должен был дверью все же ее просто рубануть и все. Ясно, понятно. Так, окей, я могу снова захавать, да? Я теперь еще и телом буду управлять? Офигеть. Ни капли палива, все нормально, ребята. Так и должно было выглядеть. Просто я не накрасиваюсь с утра. Так, куда я теперь могу пойти? Могу к этой штуке подойти? Нет, карточку нужно... А, наверное, вот так нужно сделать. Окей. И погнали дальше. Господи, как это странно выглядит со стороны. Так, ну допустим, ладно. Кислотой это интересно, как бы вообще было? Хочется увидеть другой вариант прохождения тогда. Посмотреть, если бы я был бы кислотой монстром. А, он сразу барьер поставил, но я могу зомбировать и просто в пюрешку его превратил. А, по итогу так, рука, рукой можно взять вот это. Нет, нельзя. А, то есть я просто вот так поле отключаю. Слушайте, управлять вот этим чуваком это достаточно-таки неплохо. Просто берешь людей, контролируешь на расстоянии, и все нормально. Так, даже в вентиляцию никакой ходить вроде пока не нужно. Если, конечно, нас не расстреляют где-нибудь, наверняка какой-нибудь чувачок попадется и нас уничтожат. 6 часов спустя. И что будет 6 часов спустя? Мы станем еще больше или что? А, мы тут армию наплодили. Допустим. Так. Заражение завершено. Допустим, ладно. А можно мне посмотреть другой вариант прохождения или как это работает? Нифига себе 6 часов наплодилось, на самом деле, здесь существ. Хм. Ну, можно мне пойти куда-нибудь? Я что, буду смотреть на это, что ли? Так, получается, решил перепройти, чтобы выбрать другую развилку другого существа, который кислотой плывется построить, как он будет проходить. И, кстати говоря, если выбрать направление вентиляции в другую сторону, то там будет просто тупик, поэтому не особо это интересно. Так, завалили карточку, забираем и берем эволюцию вот этого существа. И посмотрим, как оно себя в этот раз покажется, если она будет кислотой плеваться. Ну-ка, я себе в эту сторону пойду. Тут ничего не появится в случае. Вроде как ничего не появилось. В туалете нам ловить нечего вроде как. Так, и погнали дальше. Вот у нас сама комната, и здесь можно теперь что делать? Чем именно отличается чувачок, который может кислотой стрелять от всего остального? Так, дверь нельзя открыть, опять же. Можно карточку использовать и просто пройти дальше. То есть, и вообще без всего какого-либо продолжения. Серьезно? Чувачок, который управляет мозгами, гораздо интереснее в этом плане. Так, ага, то есть я могу здесь клетку прожечь. А, вот это что-то новое, допустим. А, видимо, потому что я не захватил разум, и обойти того чувака нормально не смогу. Смогу только вот так, получается, обойти. Поэтому сейчас к нему со спины подойдем, и он ничего не сможет нам сделать. Хотя он тут даже особо оборону-то не ставил, поэтому он такой себе просто кислотой его превращает в скелета. И все, я даже не захвачу никак его тела. А, нет, я все же ноги заберу, серьезно? Ладно, окей. Это было неожиданно. Я думал, что все его уже как бы в кашу превратили, и больше никого развития по сути не будет. У нас, так, ладно, открываем дверьку, и погнали с этими ногами вперед, видимо. Так, и здесь также будет. Шесть часов спустя, и попрет целая армия всяких странных существ. Да? Ну да, тоже самое. Кладовка это просто самое главное место для распространения всяких букашек. Хотя, наверняка, есть еще что-нибудь подобное. Кстати, ребята, да, если будет лайков много, то я поиграю в еще одну игрушку похожего вида. Там тоже нужно за инопланетное существо играть, и оно также будет всех захватывать. Точнее, ну и захватывать, а также уничтожать, можно сказать, всех подряд. И тоже забавное довольно-таки. Поэтому, если захотите увидеть по ней прохождение, я не помню просто как она называется, то можете лайком поддержать, и мы с вами обязательно поиграем. А это был Астрокрип, судя по всему. И я не знаю, есть ли где-то еще развилка какая-то, где я что-то мог пропустить. А если вы где-то что-то увидели такое, точнее, знаете, еще сценку, которую я мог не увидеть и каким-то образом ее не активировать, то можете об этом мне в комментариях написать. Мы с вами обязательно попробуем. А на этом, можно сказать, мы будем заканчивать. С вами был Кристалл. Не забудьте поставить лайк, подписаться, нажать на колокольчик. Также заглядывать в описание, там много всяких интересных также ссылок находится, на которые вам стоило бы зайти и увидеть, что вы там можете сделать, да? Ладно, все, всем удачи, всем пока, скоро с вами снова увидимся.